Эндометриоз Эндометриоз – это патологическое доброкачественное разрастание ткани, морфологически и функционально схожее с эндометрием слизистой оболочки матки. Наблюдается как в различных отделах половой системы, так и вне её, на брюшной стенке, слизистой мочевого пузыря, кишечника, брюшине малого таза, лёгких почках и других органах человеческого организма. Эндометриоз является третьим по частоте встречаемости гинекологическим заболеванием после воспалительных процессов и миомы матки. Оно возникает у женщин в репродуктивном возрасте – это 25-40 лет. Пускать на самотёк эндометриоз никак нельзя. Это чревато серьёзными последствиями. В процессе такого кровотечения происходят раздражения и воспаления прилежащих к эндометриальным клеткам ткани, что характеризуется сильными болями и постоянным дискомфортом. Однако последствия эндометриоза гораздо опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Возможно развитие глубинных воспалительных процессов, образование раковых клеток и даже бесплодие. Эндометриодная киста на яичнике может привести к потере придатка или вовсе удалению матки. На сегодняшний день причины появления и механизмы развития этой болезни полностью не выявлены. Поэтому единого метода излечения, который бы дал возможность полностью избавиться от заболевания, не существует. Эндометриоз – это одна из, так скажем, труднодиагностированных и зарядочных болезней. В литературе описаны случаи нахождения эндометриодной гидротерапии далеко за пределами репродуктивной формы. Были случаи, когда эндометриоз находили в кубке, диафрагме, легочной ткани. Описан случай, очень редкий случай, нахождения эндометриодной гидротерапии в склее глаз, когда во время менструации девочка буквально плакала кровавыми слезами. На сегодняшний день масштабы распространения этого заболевания, последствия, которые оно ведёт, позволяют нам смело говорить о том, что это социальное заболевание. Помимо медицинского аспекта, оно носит ещё и медсоциальный характер. На сегодняшний день это одна из загадок современной медицины. Распространение эндометриоза возможно гематогенным путём, лимфогенным путём, но, однако, все эти теории требуют подтверждения. На сегодняшний день с уверенностью говорить о причинах появления эндометриоза не может ни один человек. По мнению врачей, чётко прослеживается зависимость, что чаще болеют женщины, проживающие в крупных городах, работа которых связана с нервным напряжением и стрессовыми ситуациями. Стресс вызывает изменения в нервной системе и нарушает выработку гормона гипофиза, а следовательно и гормонов яичников, что приводит к дисгормональным нарушениям. Стрессовые нагрузки ослабляют иммунную систему, а это благоприятные условия для развития эндометриоза. Малоподвижный образ жизни, слаборазвитый мышечный корсет, остеохондроз поясничного отдела позвоночника приводят к нарушению кровоснабжения, застою крови, снижению тонуса маточных труб. Определённую роль играет и генетика, но с генами передаётся не конкретное заболевание, а только предрасположенность к нему. В первую очередь, это слабая иммунная система, полученная в наследство. Своевременная диагностика включает в себя клинические данные, данные ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии. Во всех случаях болевого синдрома, длительно протекающих воспалительных заболеваний, не поддающимся лечению, необходимо заподозрить заболевание эндометриоз. На сегодняшний день существует несколько гипотез развития эндометриоза. Это и метапластическая, и генетическая, и гормональная, и теория ретроградной менструации и так далее. Однако на сегодняшний день в общем подтверждено о том, что наиболее значимый фактор риска развития эндометриоза это нереализованная репродуктивная функция и поздняя первая беременность. В зависимости от формы, вида, степени развития эндометриоза набор диагностических мероприятий довольно широко варьируется, начиная от УЗИ органов малого таза и заканчивая диагностической лапароскопией. Если женщине определили этот диагноз, нужно понимать, что полностью это заболевание не излечивается, но правильно подобранный курс терапии поможет сгладить последствия болезни и жить полноценной жизнью. Статистические данные показывают, что эндометриозом в той или иной форме страдают до 30% женщин репродуктивного возраста. В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, и его очень сложно диагностировать. Самостоятельно заподозрить болезнь можно, если обратить внимание на такие симптомы – возросшую боль внизу живота и в тазовой области во время менструации, увеличение количества менструальных выделений и их продолжительность, повышение температуры тела в критические дни и сразу после них, кровотечение или мажущие выделения между менструациями, боли во время полового акта, общая слабость головокружения. Диагностика эндометриоза во всех странах мира запаздывает на тире 3-7 лет. Но в последнее время диагностика улучшилась. Также при поражении матки эндометриозом появляется нарушение менструального цикла. За 1-3 дня до месячных появляются коричневые выделения, которые продолжаются от 1-7 дней после окончания менструации. Также от 30 до 50% эндометриоза сочетается с бесплодием. Самое главное, что должна запомнить женщина, что менструации не должны снижать трудоспособность женщины и не должны проявляться как обильные кровотечения. При выборе метода лечения эндометриоза врачи руководствуются такими показателями, как возраст пациентки, количество беременности и родов, распространенность процесса и его локализация, выраженность проявлений, наличие сопутствующих патологий, необходимость возникновения беременности. Методы лечения эндометриоза делятся на медикаментозные, хирургические и комбинированные. Методы лечения эндометриоза. Консервативная медикаментозная терапия. Длительный курс приема гормоносодержащих препаратов. Лечение проявления при помощи приема противовоспалительных, болеутоляющих таблеток, свечей и лекарств от анемии. Абляция. Процесс разрушения слизистого слоя матки лазером, радиомикроволнами и другими способами. Электрокоагуляция. Прижигание очагов заболевания электрическим током. Физиотерапия. Применяется комплексно в ходе гормонального или послеоперационного лечения эндометриоза. Хирургическое вмешательство. Удаление очагов разрастания слизистой проводится путем лапароскопической операции. Самолечение или выжидательная тактика в случае эндометриоза категорически запрещены. После того, как я вышла замуж, у меня появились болевые синдромы. Как появилось чувство боли, я сразу же обратилась к врачам местной поликлиники. Прошла УЗИ и обнаружили кисту. Сказали, что проводят лечение, но мне не помогло, боль не утихла. Снова пошла на УЗИ, сделали МРТ и обнаружили эндометриозную кисту. Сказали, что необходимо хирургическое вмешательство. Я согласилась на операцию. После операции стало намного лучше. Боль в области живота исчезла. Течение эндометриоза может быть разнообразным в начале возникновения бессимптомным. И вовремя выявить его можно только при регулярных профосмотрах. Чем раньше при появлении первых симптомов эндометриоза женщина приходит на консультацию гинеколога, тем вероятнее полное излечение и отсутствие необходимости оперативного вмешательства. В Казахстане в настоящее время успешно проводятся эндоскопические операции, благодаря которым не травмируются здоровые ткани. При этом риск дальнейшего распространения очага заболеваний практически отсутствует. Кроме этого, эндометриоз достаточно успешно лечится с помощью ультразвуковой терапии и лазера. Для того, чтобы уберечь себя от эндометриоза, необходимо регулярно посещать врача-кушера-гинеколога, чтобы своевременно диагностировать и лечить данное заболевание. Конечно же, следует выходить замуж, жить с любимым человеком и рожать деток. Из всех профилактических методов, пожалуй, это самое главное. Конечно же, нельзя забывать о правильном питании, здоровом образе жизни, меньше себя подвергать стрессовым ситуациям. Ну, конечно же, любить себя. В отношении эндометриоза, как и многих других гинекологических заболеваний, применимо строгое правило – лучшее лечение – это активная профилактика. Внимание к своему здоровью, регулярность медицинских осмотров позволяют застать эндометриоз в самой начальной стадии или вовсе избежать его возникновения. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова